здравствуйте дорогие наши любители живописи по всему миру мы рады вас приветствовать из мастерской ильичовых и позвольте мне с этого дня начать вас называть студентами студентами знаний по искусству по живописи по рисунку по композиции почему хочется нас так называть ну вот прежде всего потому что существует такое понятие как трансплантация знаний мы с владимиром эти знания получили от старых мастеров помимо того что мы занимались в училищах в институтах художественных школах самообразование мы получили знания от старых мастеров и вот завтра в день рождения великого леонардо да винчи как бы хотелось обозначить что знание никуда не исчезает они от одного человека каким-то чудесным образом энергетическим или духовным передаются другому человеку более молодому постоянно ткется ткань от человека к человеку увеличивая качество того или иного знания мы с вами работаем на территории современного искусства но это не говорит о том что мы должны забыть о начинаниях старых мастеров вот давайте посмотрим что делал леонардо да винчи чтобы узнать строение цветов и растений посмотрите у него были целые студии которые были посвящены разным поворотам растений у него были зарисовки с натуры конечно же обязательно он натурное рисование очень уважал и он их превращает превращал научные такие трактаты и вот посмотрите он хотел знать что происходит с растениями как зарождается семя откуда идут эти тычинки почему пятилистник защищает какова конструкция цветка какова конструкция той или иной травы и в общем то мы следуя его заветом мы сегодня с вами будем изучать цветок нарцисса но посмотрите это его такие штудии графические а теперь посмотрим где он применил посмотрите теперь мадонна в скалах на видите пожалуйста вот сюда посмотрите все в цветах и растениях и даже вот те портреты его которые без деревьев таких нету без пейзажа без деревьев у него обязательно растения присутствуют а вспомните портрет девушки сзади нее можжевельник сейчас не буду искать это долго но в любом случае в любой его композиции а портреты тоже были композиционные участвуют растения поэтому мы с вами сегодня преклоняясь перед гением леонардо да винчи вот это он себя себя сделал такое золотое сечение сейчас некогда искать его портрет но все-таки я его найду в течение мастер-класса и мы посвятим ему конечно это все то что мы сегодня будем делать у нас с вами сейчас где-то здесь наш леонардо есть а может иисуса поставим давайте иисуса поставим сейчас предпаскальные дни вот пусть с нами будет иисус в исполнении леонардо да винчи мы с вами сегодня примерно сделаем вот такую композицию сегодня и завтра то есть главным героем будет нарцисс нарцисс это цветок который символизирует эмоцию весны когда расцветает нарцисс все весна переваливает на лето уже делается тепло уже можно ну одежду легкую носить уже можно бегать по взморю не бояться уже знаете есть весна которая опасная которая переходит от зимы к весне там еще надо утепляться а как только расцвел нарцисс после нарцисса уже можно на летнюю одежду переходить и радоваться теплым летним денькам все вы посмотрите в одессе у нас порасцветали растение вот мы на взморе сидим и вот наш герой сегодняшний давайте мы как его с вами рассмотрим смотрите кто такой нарцисс нарцисс это колокольчик колокольчик шестилистник и посмотрите давайте мы вот я хочу чтобы конструкцию цветка посмотрели к низу идет утолщение его черенка утолщение для того чтобы он устоялся все в природе предусмотрено он должен устояться его не должны сломить ни ветра не никакие морозы ничего он устоялся пошел утончился повернулся немножко к своему соцветию вот здесь у него видите вот в этой кругленькой мы ее будем рисовать вот в этой кругленькой сумочки и зарождается его семя тычинка которая тычинки и пестик которые при расцветании видите дают цилиндрик увеличивающийся и превращающийся такой граммофон чик я сейчас вам покажу один другой цветок который их же разные есть нарциссы и вот посмотрите этот желтый возможно мы сделаем почти все белые но парочку сделаем желтых таких не сильно желтых а вот лимонных и вот посмотрите у этого лимонного видите идет поворот превращаясь превращающийся в такой колокольчик в колокол или я его называю граммофон чик знаете граммофоны как которые были в начале двадцатого века вот смотрите там все происходит внутри этого граммофон чика происходит зарождение тычинок штук девять тычинок и пестик пестик значит благодаря вот этой защите они там опыляются кем ну пчелы там осы кто опыляет мухи которые переносят эту пыльцу и как бы опыляют другие растения дальше смотрите он защищен вот этот колокольчик или так называемый я его называю еще стаканчик на на тарелке вот предусматриваем что вот это стаканчик а тарелка это 6 лепестков 1 2 3 4 5 6 посмотрите как они идут повернули наизнанку да смотрите 3 идут сверху 3 видите 3 листник а потом 3 в повороте под какой-то градус еще 3 идут но в итоге они образуют вот такую вот тарелочку из 6 листиков и конечно же если вы увидите как я осветила эти цветки мы так их и будем рисовать в очень сильном контрастном освещении потому что нам надо обязательно показать плоскость тарелки как она освещена как обычно слева мы начнем освещать и вот смотрите у нас три вида есть нарциссов и мы все три вида нарисуем с вами попытаемся конечно больше нарисовать белых почему белые они очень нарядные и они конечно же делают такое облако конструктивных нарядных нарциссов которые могут стать композиционным центром для нашей композиции мы должны делать композицию в которой облако нарциссов в своих поворотах и нам и покажет что этот цветок королевский он очень напоминает королевскую корону он очень много высаживался в королевских садах во франции голландии этот цветок на уровне с с нидерландом с тюльпаном он считается как сказать привилегированный уж очень он красивый недаром его назвали нарцисс нарцисс любующийся собой да в основном юноши у нас бывают и девушки любующиеся собой а мы сегодня должны с вами картину нарисовать которые будут любоваться последующие поколения поэтому я вас сегодня буду называть студентами буду вам передавать те знания которые я получила от старых мастеров и мы с вами сегодня за три часа должны написать сегодня по-другому будем писать написать облако нарциссов завтра мы с вами немножко поставим на передний план каких-то предметов которые будут показывать присутствие человека допустим королевских каких-то семейных там кровей так допустим серебра немножко немножко фарфора немножко стекла может быть и положим и зеленое яблочко посмотрим потом вот эти нарциссы нам подскажут что надо дальше делать и обязательно уведем перспективу чтобы показать что это допустим какой-то придворцовый сад в котором растут другие растения и может быть цветущие деревья и немножко дворцовой архитектуры дадим здесь немножко на такую территорию деревенскую да потому что там сзади холмы а мы с вами увидел как будто бы это дворцовый сад немножко поставим дворцовых таких красивых скульптурах сзади посмотрим в любом случае вот это вот облако нам подскажет сегодня как мы напишем что мы завтра с вами будем делать какой антураж здесь даже есть капельки от росы это всегда студенты любят рисовать такие капельки ну скажу вам что я никогда не пропускаю написание нарциссов это апрель также когда никогда не пропускаю написание маков июнь написание рос июль и так далее и хризантемы ноября в общем то давайте начнем и предупреждаю вас что сегодня мы будем изучать конструкцию этого цветка в контрастном освещении поэтому я прошу вас действовать за мной потому что я этот букет будут поворачивать для каждого цветка отдельно а 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 э а а и а а и а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok